Имеется ли у вас указатели, где находится отдел полиции? Указатели есть у нас на улицах прилегающих мостов. А, соседних улицах есть указатели, да? Информационный стенд. Важна каждая деталь, которая улучшает взаимодействие граждан и полиции. Эта кнопка включает сигнал дежурной части. Полицейские помогают человеку с ограниченными возможностями здоровья заехать в здание. Перед контрольно-пропускным пунктом специальная комната, где можно написать заявление. В помощь необходима юридическая литература. В камерах задержанные за административные правонарушения. Отдыхали на Утряше, вчера задержались за хулиганство. Ожидают суда, который примет решение о наказании. В ночное время выдают матрас. Трехразовое питание привозят в одноразовой посуде. Какие претензии? Как вам обращались? Обращались к вам. А это уже комната отдыха дежурной смены. Рядом кухня. Общественники отметили, что быт организован неплохо. Если зимой в дежурную часть за сутки поступают около 50 звонков, требующих реакции полицейских, то летом в 5-7 раз больше. На стационарном посту автомобиль из Каневского района «Подмога». В нем есть все необходимое, как на случай усиления, так и для того, чтобы немедленно оказать помощь пострадавшим. Однако, в основном, работа на таком посту – рутина. Работникам ГИБДД никаких претензий нет, всегда вежливая культура. Останавливают только по существу, а так и для тестовки, чтобы остановить радиостановки. Я такого применения не буду. Общественники из Комитета по противодействию коррупции уже четвертый год являются региональными координаторами всероссийской акции «Гражданин и полиция». Аналогичные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Краснодарского края. По словам Петра Дорогова, цель таких мероприятий – сделать работу полиции более прозрачной, а услуги, которые она оказывает населению, более доступными. Кроме того, необходимо строгое соблюдение законодательства. Результаты поездок обобщат и озвучат на краевом уровне.